Привет! Меня зовут Костя, меня зовут Сила и мы из студии Cineco. Вы решили что-то снять. Нужно подумать о технической части всего этого прекрасного процесса. Изучите вашу камеру или телефон. Какие есть настройки, как работает приложение, какие есть кнопки. Вам нужно понимать, как работает устройство, на которое вы собираетесь снимать. Если есть возможность, то настройте баланс белого, потому что правильный баланс белого на самом деле очень сильно может улучшить картинку, а плохо настроенный баланс может полностью ее испортить. На самом деле, что такое баланс белого? Баланс белого это температура внутри вашего кадра. А если еще проще, представьте, что вы держите телефон. Вы видите в телефоне один цвет, а снаружи своим глазом другой. Что вам надо сделать? Вам нужно привести картинку в телефоне к такому цвету, который вы видите глазами. Зафиксируйте экспозицию. Опять же, если у вас есть на это возможность, и вы примерно представляете, как это сделать. Но на самом деле экспозиция — это совокупность параметров и настроек в камере или в телефоне каких? ISO — выдержка, диафрагма. По математике они отвечают за количество света, которое поступает в объектив камеры. Представьте, что вы держите в руке телефон и ведете его, например, от солнца к человеку. Если экспозиция не зафиксирована на каком-то объекте, а это нужно сделать, вы увидите, как свет будет меняться автоматически. На телефоне это сделать очень просто. Прижмите пальцем на объекте, на котором вы хотите зафиксировать экспозицию, и через три секунды она зафиксируется. На обычной камере вам, естественно, понадобится сделать чуть больше манипуляций. У всех камер примерно одинаковое устройство, просто разное, иногда дурацкое меню настроек. Третий самый важный пункт в любой настройке — это фокус. Он может либо улучшить вашу картинку, либо сильно испортить, если вы об этом не подумаете. Правило точно такое же, как с экспозиции. Настраивайте фокус на том объекте, который должен оставаться в фокусе. Но, что важно, если вы хотите экспериментов, а их всегда хочется, вы можете поиграть фокусом. Например, попереводить фокус с одного объекта на другой, если, опять же, это необходимо для того, чтобы создать определенный эффект. Снимайте в максимально высоком разрешении, которое позволяет ваше устройство. Будь то телефон или камера. Зачем это нужно делать? Это нужно делать за тем, чтобы потом на пост-обработке вы получили максимально хорошее качество. Ничего сложного в этом нет. Следующий пункт подготовки и вообще технической части для съемки — это количество кадров. Неправильный выбор количества кадров может просто изменить картинку до неузнаваемости, и вы получите максимально не тот результат. Поэтому вам нужно выбрать правильное количество кадров. Стандартное количество кадров для получения кинематографичной картинки — это 24 кадра в секунду. Считается, что для нашей страны это 25 кадров в секунду. Но если ваш, например, телефон позволяет сейчас вставить только 24 кадра в секунду, оставляйте 24, и у вас будет классная, плавная кинематографичная картинка. Но, например, вам хочется замедлить ваше изображение впоследствии. Для этого вы просто должны увеличить количество кадров. Вы ставите 50 кадров в секунду. Естественно, что происходит? У вас увеличивается количество кадров, которые заложены в одну секунду вашей съемки. А это значит, что у вас появляется возможность впоследствии на монтаже замедлить вашу картинку в половину, а то и в большую степень, чтобы получить сломо. То есть, если вы снимете 24 кадров в секунду и попытаетесь замедлить эту картинку, это замедление будет неестественным. Если вы снимете в 50 кадров в секунду и замедлите это в половину, то это замедление будет естественным. Не будет никаких рывков и обрывков. Это будет выглядеть красиво так, как это и должно. Если вы снимаете какой-то быстродвижущийся объект, либо сами находитесь в движении, опять же, снимайте с большим количеством кадров в секунду. Это позволит вам при поворотах камеры или продвижении человека видеть его более четко. Опять же, вы сможете замедлить это, и ваш бегун будет выглядеть супер-классно. И здесь стоит еще добавить, что на самом деле, даже если вы снимете в 50 pps для того, чтобы сохранить четкость движения объекта в кадре, впоследствии вы сможете вернуть 25 даже не замедляя кадр, а просто вернуть 25 кадров и при этом сохранить четкость движения объекта в кадре. Чем больше кадров в секунде вашего видео, тем оно четче и качественнее. Соответственно, и вес его больше. Опять же, все это очень субъективно. Снимайте так, как вам хочется, смотрите на картинку и выбирайте тот формат, который вам кажется более приятным. Следующий пункт – цвет. Цвет – это на самом деле главный инструмент оператора. На самом деле, это довольно обширная тема, но самые простые вещи, которые нужно учитывать, первое – это не снимать против света, если этого не требует задумка, но лучше этого не делать. Вы можете попробовать снять против света, и вы поймете, какой эффект это дает. И второй важный момент – снимайте в золотой час. Что это значит? Вы снимаете либо ранним утром за час до рассвета и в сам рассвет в течение 15 минут, либо за час до заката и 15 минут после заката. В это время суток свет, естественный свет солнца, самый мягкий. Объекты в кадре становятся мягче, кожа становится мягче, детали, тени, самое важное – тени становятся мягче, и все становится очень воздушным. Большая часть фильмов, сериалов, которые вы смотрите, которые сняты на улице, они сняты именно в золотой час, и зачастую съемки затягиваются потому, что люди специально ждут вот этих часов. В общем, используйте все возможности световые, которые у вас есть. Если вы хотите снять какой-то объект, и вам света недостаточно, подсветите его всеми возможными инструментами, которые у вас есть. Это может быть либо фонарик телефона вашего друга, либо какая-то любая лампа. В общем, любой свет, который у вас есть, используйте его. Попробуйте с ним поэкспериментировать. Главная мысль заключается в том, что вот о чем говорит Сева, и о чем мы хотим сказать, что ограничение – это на самом деле прекрасная возможность проявить себя. Вы можете быть ограничены одной лампой, используйте эту лампу по максимуму. Композиция. Тема очень обширная, не самая простая. Но она опять же также суперсубъективная, потому что можно говорить о композиции как о чем-то классическом, а можно говорить о композиции, которую вы сами себе представляете. То, что вы утрек кадра. Как вы хотите расположить объекты внутри кадра? Всегда проще расположить объекты, которые снимаете по центру. Тогда у вас не будет никаких проблем, и вы будете понимать, что происходит. Но можно воспользоваться правилом, посмотреть. Вам понравилось какое-то кино или ролик, вы увидели там какой-то объект, который так снят, и вы такие, блин, круто, я могу это сделать так же. У меня такое же здание, у меня такой же парк, и я вижу что-то похожее, я могу просто так же поставить камеру. Повторяйте. Вам это только поможет набраться опыта. Вообще, до того, как вы вышли на эту съемку, подготовили свою камеру, поняли, как все работает, разобрали с экспозицией, с фокусом и со всеми остальными настройками, соберите себе 10 картинок того, что вы хотите снять. Уже с какой-то понятной композицией придите к этому дереву и попробуйте снять его именно так, как вы увидели. Если в процессе вы подумали, что вам хочется сделать что-то по-другому, просто сделайте это. Но композиция – это важно. Подумайте о ней заранее. Подумайте о том, как вы хотите снять тот или иной объект, который заложен в вашем сценарии, в вашей концепции. Референсы вам очень в этом помогут. Соберите, действительно, соберите максимальное количество кадров. Даже, возможно, которые вы не хотите снимать, но доберите их, потом попробуйте их воплотить в жизнь. Потратьте на это чуть больше времени, поставьте правильно камеру, но главное во всем этом – получайте удовольствие. Вы никуда не спешите. У вас нет спешки. Вам важно получить тот кадр, который вы хотите, чтобы вам было потом комфортно монтировать и потом, самое главное, с удовольствием на это смотреть и думать о том, какой вы классный. Думайте о фоне. Фон – это суперважно. Например, вы концентрируетесь на каком-то определенном объекте. Допустим, вы решили снять какого-то человека. Вот вы на нем концентрируетесь, смотрите, думаете, вот он тут классно стоит, там подвинулся, тут встал, вот идеально. Он стоит в нужном, как бы, участке вашего кадра. В процессе этой съемки вы все оценили, такие счастливые, возвращаетесь домой и понимаете, что на фоне этого объекта что-то невообразимо неприятное. Допустим, какой-то мусорный бак, который вы даже не заметили, пока снимали. Следующее правило – думайте о фоне. Обращайте внимание не только на объект, который вы снимаете, но и то, что находится за ним, справа от него, слева, сверху. Думайте об этих краях. Если вы понимаете, что сзади фон вас не устраивает, лучше поменяйте его, измените его, уйдите из этого места. Если вам нравится, что есть мусорный бак – супер. Действия на фоне могут как помочь вам рассказать историю, так же могут и полностью ее загубить. Сделайте достаточное количество дублей. Снимайте один и тот же кадр на разных крупностях, чтобы потом у вас была возможность выбрать нужную вам крупность. Короче, не бойтесь обойти объект вправо, слева, сверху, сбоку. В общем, просто не снимайте как можно больше. В общем, потом проще будет удалить, чем потом вам чего-то просто будет не хватать по итогам. В случае отсутствия опыта, чем больше материала, тем лучше. Есть мнение, что нужно сразу снимать красиво. Вот выбрать план, снять его и уйти. На самом деле это все, опять же, целиком и полностью зависит от ситуации. Если у вас нет времени, вы там ограничены, допустим, часом, вас куда-то пустили на 15 минут, просто снимайте все подряд, прям не останавливаясь. Стойтесь, но снимайте все подряд. Если у вас есть возможность задержаться на побольше, делайте это спокойно, но тоже не забывайте о том, что вы можете просто экспериментировать планами и поворотами камер. Подумайте о стабилизации кадра. Сейчас на всех телефонах есть автоматическая стабилизация, но это не значит, что вам нужно просто максимально трястись, бежать и так далее. Вам нужно все равно думать о том, как вы держите камеру, как вы держите телефон, чтобы не было дополнительной тряски. Опять же, если только это не оправданное форматом вашей съемки. Если вы хотите, чтобы камера тряслась, пожалуйста, сделайте это. Отключите стабилизацию камеры, это можно сделать в настройках, опять же, любого телефона. И трясите ее так, как вам это будет нужно. Но если вам нужно, чтобы кадр был плавный, заранее продумайте движение, которое вы соберетесь делать. Не нужно сразу снимать. Попробуйте повернуть телефон, понять, насколько он плавный, насколько вам нравится, что он поворачивается. И сделайте свой кадр. Не забывайте при этом, что вы всегда можете просто поставить камеру на штатив или найти какую-то подставку и снять статичный кадр. Потому что это гораздо проще и доступнее. Вообще, экспериментируйте с движением. Движение это очень важно. Проработайте его, попробуйте сделать его несколько раз, добитесь какого-то идеального результата. Самое интересное и самое сложное, опять же, если обращаться к какому-то кинематографу, это не движение самой камеры. И не то, как двигается оператор, а это движение внутри кадра. Это гораздо бывает более эмоционально, нежели то, как вы резко сдвинули камеру. Опять же, вы можете поставить камеру на какое-то, как уже сказал Костин, на какое-то статичное положение и посмотреть, как человек пробегает от одного начала до другого. То есть это будет уже какое-то законченное действие. Если вы понимаете, что вам сложно двигать камеру и что это просто нервирует вас, лучше это просто не делать, а заняться композицией внутри, поставить вашу камеру, поставить знакомого рядом, чтобы он следил, а самому заняться композицией, заняться каким-то сценарным ходом, вот и все, завершить. Опять же, это касается и количества дублей, которые вы снимаете. То есть вы можете снять один и тот же план в статичный, тот же самый план в движении и так далее. Он может быть нестабилизирован, он может быть стабилизирован. В общем, пробуйте просто снимать как можно больше вариантов, потом на монтаже вам будет проще выбрать и понять, в этом случае актуален или оправдан статичный план, или наоборот нужно добавить движение, чтобы доматургия увеличилась, усилилась. Обязательно снимите хотя бы один полностью законченный кадр, потому что потом, если вдруг у вас все остальные кадры с движением, с какой-то вот с добавленным движением внутри кадра или камеры не получится, у вас всегда будет этот один законченный, статичный, пускай банальный, но законченный план. Сейчас звук в телефоне достаточно хороший. Поэтому, если вы будете писать какой-то диалог, либо речь, вы можете вполне попробовать записать это на телефон. Но наш исключительно важный совет, рекомендация, это попробовать записать звук на отдельное устройство. Пускай это будет какой-то второй телефон, или, может быть, у вас вдруг оказался рекордер или диктофон. Лучше запишите дополнительно звук не только на камеру или на телефон, но и дополнительно запишите его на стороннее устройство, чтобы, если что, у вас сохранился дополнительный бэкап звука. И еще что самое важное, возможно, более качественного звука, потому что вы сможете поднести дополнительный устройство ближе к объекту, если, опять же, вы снимаете какой-то диалог, если вообще он у вас оправдан. Если это не оправданно, и вы все монтируете просто под музыку, тогда вам это просто не нужно. Интересный момент, опять же, вы помните о том, что вы вообще можете использовать все звуки, которые сняла ваша камера. Это всегда, опять же, добавляет какой-то глубины, силы на монтаже. Не пишите без звука. Записывайте все, что вы снимаете со звуком. Потом эти куски можете использовать. И, например, у вас есть номинация промышленный туризм. Если вы пришли снимать на завод, вы отсняли кадры, вам все нравится, просто шикарные движения в кадре, внутри, снаружи, камеры и всего остального. Но вы вдруг понимаете, что вокруг огромное количество звуков, атмосферы, которая на самом деле наполняет это пространство. Запишите эти звуки отдельно, в разных местах. Например, там звучит какая-то кнопка. Подойдите к ней, запишите ее, запишите этот сигнал. Потом вы сможете добавить их на монтаже и максимально сделать картинку не только визуально глубокой, но и аудиально глубокой. И дополнить максимальное восприятие зрителям вашей идеи, вообще картинки и истории. Потому что человек сможет не только посмотреть на завод, но и услышать его. Звук вообще играет очень важную роль. Потому что иногда плохо записанный звук или вообще незаписанный звук лишает вас возможности закончить историю. Или как-то ее переменить или дополнить. Также мы часто записываем дополнительное интервью. Если вдруг вам покажется, что человек, которого вы встретили на заводе, говорит какие-то потрясающие вещи, которые просто эмоционально наполняют историю, наполнят этот ролик, поговорите с ним. Вообще коммуникация на площадке очень важна. Вот вы его встретили, он вам рассказывает о том, как он любит то, где он находится, то, что он делает. Возьмите, можно даже без видео, возьмите диктофон, запишите его голос. Потом это может стать частью вашей истории, возможно полностью изменить задуманный вами сценарий. Это может стать основой вашего закадрового текста. Мы хотим вам показать пример того нашей конкретной работы, в которой мы использовали этот прием. Мы поехали в город Пущино, который не так далеко от Москвы находится, это Науквыград, и совершенно случайно по пути уже от большой тарелки встретили настоящего астронома. Случайно спросили, не астроном ли он, он оказался астрономом, и тут он начал рассказывать историю, как он исследует космос, какие они волны оттуда получают. В итоге мы провели с ним час, он провел нас по территории уже официально, рассказал нам историю, и в итоге это и стало основой всего видео. То есть без этого голоса, без этого прекрасного человека вообще бы ничего не получилось, возможно выглядел бы совсем на месте. История бы просто не сформировалась, потому что его рассказ, который вы услышите о том, как вообще функционируют звезды, который вдруг наложился на всю геометрию, которую мы нашли в этом городе. Ну это был просто поразительный эффект, и на самом деле это работает, поэтому если у вас появится возможность на объекте, на который вы приедете, пообщаться с людьми, запишите. И даже если это не станет частью вашего основного ролика, это потом будет просто частью какой-то вашей истории. Как каким-то бакстейджем, который вы тоже можете выложить, чтобы понять вообще, как весь процесс происходил. По итогам все вот эти вот особенности технические съемки, это все исключительно практика. То есть чем больше вы будете снимать, чем больше вы будете нажимать на эти кнопки, настраивать фокус, экспозицию и прочее, тем потом это будет более привычно и уже понятно, как с этим работать. То есть это все исключительно опыт. Как и в любом деле, здесь это тоже практика. Это понимание каких-то технических особенностей. Не с первого, не со второго, но может быть с третьего раза вы уже будете делать это просто и быстро и понятно. Это дело какой-то... Как любого ремесла, это вопрос просто повторения. Просто запоминание некого, когда уже просто кнопки перестанут существовать. Да, и в итоге это все тоже субъективно. Если вам нравится, что свет бьет в вашу камеру, если вам нравится, что фокус вообще не настроен и все в расфокусе, это тоже может быть классно. Используйте это. Если этого никто не делал, еще лучше. Если кто-то это делал, попробуйте это тоже повторить. То есть все, как бы это все субъективно. Работайте с восприятием, работайте с ощущением. И все эти технические настройки, может быть, вообще вам не нужны. Обычно как? Пронаблюдали источник, а он миллион метров не будет меняться. Так чего его второй раз наблюдать? А тут как раз интересно, что все эти источники, они все переменные. Вот, скажем, по сегодня мы смотрели, у него одна интенсивность, а через месяц поглядилась совершенно другая интенсивность. В каждом из них что-то происходит. Ну, не каждый, конечно, раз. Сегодня в одном из учетов произошло, завтра в другом, потом в третьем, там звезда уже вспыхнула. Или она вспыхнула давно, или она, например, рядом вспыхнула вторая звезда. То есть если, например, две звезды или два любых источника находятся близко друг к другу, мы их не различаем. Мы видим, соответственно, кого же это один источник. Но чтобы узнать его структуру, может быть, он там, может быть, там их несколько, может, они имеют какую-то форму определенную, может, не просто точка, а какая-нибудь там эллипс, там, или, не знаю, какая-нибудь волнушная штука. Почему это был, он сегодня был слабый, а завтра вспыхнул? Оказывается, там как раз новая звезда развилась. КОНЕЦ